Простите, раньше не говорили об инструментах, все есть, но кроме инструментов должна быть некоторая база. И вот здесь у меня есть очень серьезные замечания. Поскольку я имею в виду неофициально, не могу себе позволить говорить правду, то я спрашиваю, а какое отношение имеет официальный прогноз в средство экономического развития к реальному системе? А какое он будет иметь отношение к реальности следующего года? Что, у кого-то есть иллюзия, что на следующем году будет рост? Я думаю, что базовый прогноз должен исходить из цифры где-то минус 3,5%, а в этом, кстати, где-то не здесь. Ну как может быть при падении уровня жизни и населения на 25%, с партом 4%? Я не знаю, в этом случае, мэр. Ну вы меня извините, конечно. Как говорил Станиславский в своих друзей, они мировые человека, в человека не верят. Ну и так далее, да? И это вещь принципиальная. Потому что если нету спроса, если нету экономического роста, ну хорошо, мы построим, не важно, дорогу или там аэродрон или еще чего-то. А если там люди... Вообще, ну, это не обязательно наши люди. Ничего не покупают, то какой будет смысл? Часть вторая. Мы сегодня не представляем из себя замкнутые рынки, как это было. Ну, времена СЭЛ до 45-го. Возле 45-го года СЭЛ, если я представлял, были люди замкнутые системы, в которой трансграничные перевозки были сильно меньше рынок. Сильно, значит, на порядке, а не на 20 раз. Сегодня, наоборот, мы представляли из себя часть мирового экономического роста, в котором происходит некий процесс. Я сейчас даже не буду говорить про Турцию, в которой все это вслуху просто потому, что минуты у меня появились, что через 3 месяца там все не восстанавливаются. Ну, это никому не надо, да? Кроме определенных недоброжелательных куличных Атахан и России. А, значит, ну это ладно, но у нас висят на востоке Транс-Тихоокеанская зона свободной торговли, а на Западе Североатлантическая. И не нужно строить иллюзии. Если Североатлантическая зона свободной торговли осуществится, то Евросоюз закроется рекоменциями турецких товаров, российских, ну прежде всего нефтегазов и китайских. Для этого оно и делается. С другой стороны, если Соединенные Штаты Америки, поочищает это, да, оказываются в состоянии острого кризиса, независимо от того, будет их ротянское покойство, не будет, что они будут делать, не будут закрывать свой дом. А у нас на восточной границе две страны, которые живут исключительно для пространства в Соединенные Штаты Америки. Даже три страны – это Япония, Южная Корея и Китай. Если для них закроется окна Североатлантическая зона, то не сразу, конечно, это будет происходить дома. Куда они делаются? Они должны будут переориентироваться в грабах. Мы к этому готовы, есть у нас по этому поводу какие-то мысли и так далее и так далее. Отсюда вывод. Первое. Нравится это правительство или не нравится? Все-таки. Пускай, как некоторые факультативные говорят, должен быть вариант расчета с вибрационными цифрами. Я понимаю, что Министерство Экономического Развития будет орать, топать ногами, брызгать свиной, изображать прочие разные вещи. Но к этому есть ряд, а желающие могут как бы обратиться. Я расскажу страшную историю. Меня позвали талитейским посудью на спор в такая еще существующую федеральную службу по тарифам между мэром и Минфином с одной стороны и РАМ ЕС с другой. Потому что мэр вменял РАМ ЕС рост в 15% за прошедший год, а РАМ ЕС грозило, что у него всего 4%. Решение мы нашли. И второе. Кроме реальных цифр. Такого рода разработки в обязательном порядке должны быть с ценами в соответствии с принципиальными внешними факторами. Кстати, мы в институте, но про это я даже уже не думаю. Потому что в противном случае мы можем нарваться на самые большие неожиданности. Ну, самый примитивный, не имеющий отношения к франству, прямо, хотя последовательно имеющий. Вот мы вложили бешевые деньги в инфраструктуру в чемпионат мира, а нам взяли и чемпионат мира от мира. Или наоборот, еще того чище. Мы вообще на эту тему не должны. Нам говорят, вот так вот Альфу слышал, обменилось что-то, мы готовы. Вот та же гипотония говорит, мы готовы нарочивать наши. Перевозки от нас, скажем, в Центральную Азию или на Ближний Восток с такой эффективностью. И это вещи, которые считать сегодня нужно. Хорошо было СССР в 60-е годы или в 50-е годы. Можно было более-менее нормальный фиксированный прогноз сделать на 25-90. Сегодня такого не возможно. Ну, я считаю, что от этих вот две вещи нужно взять на счету. Спасибо. 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 Спасибо.